Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры! Нашему вниманию Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы читаем с 14 стиха. Иисус назвал своих учеников тем же, чем Он был Сам. В Евангелии от Иоанна, 8, 12 мы читаем. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. В Евангелии от Иоанна, 9, 15 написано, «Доколи я в мире, я свет миру». И теперь, призывая нас с вами следовать за Ним, Он ожидает от нас, что мы будем светом этому миру. То есть, мы будем делать то, что делал Он. «Доколи я в мире, я свет миру». И апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 5, 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господи. Поступайте, как чадо света». Первое, на что мне хотелось обратить внимание, свет – это прежде всего то, что видно. Христианство должно быть видно. Не может быть тайного ученичества. Свеча под сосудом не горит. Так говорит наш текст. Ее не ставят под сосудом. Секретность погубит ученичество. «То, что свет есть, должно быть видно хорошо. То, что человек-христианин, должно быть видно везде. Если света не видно во тьме, его просто нет. Мир, который находится во тьме, обязательно увидит свет, если он есть. Видят ли люди через нашу жизнь свет Христов? Я хочу спросить, вас когда-нибудь называли святым? Иисус не сказал, вы свет церкви. Если наш свет останавливается у церковного порога, он не приносит пользы никому. Жизнь в мире, в буднях должна ясно показывать, что мы христиане. Это поведение, внешний вид, это наша речь. Мы призваны светить его светом. Светить, потому что Иисус присутствует в нашем сердце. Мы должны быть выше этого мира. Например, наша речь написана, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. А в Иисусе сказано, никогда никакой человек не говорил так, как он. Братья и сестры, обратите внимание, как мирской сленг и многие слова, которые недостойны детей Божьих, они буквально врываются в семьи, в церкви, и люди говорят на языке этого мира. Свет должен быть как путеводитель. Вы помните 118-й псалом, 105-й стих? Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть во тьме нужен свет как путеводитель. Свет должен указывать, освещать дорогу. Мы призваны быть примером. Люди должны увидеть через нашу жизнь, что нельзя делать, то есть что есть грех. Мы должны осветить дорогу к Богу. Мир должен прийти и может прийти к Богу только через свет Слова Божьего или через свет Божий, который горит в нашем сердце. Кто-то сказал, вы ответите за то, что плохо осветили путь к спасению. Свет в нашей жизни должен быть как предупредительный сигнал. Свет указывает на то, что нужно остановиться, то есть впереди опасность. Мы должны светить его светом и светить ради Бога. Мы призваны не к себе привлекать людей, а к Богу. Когда свет светит, мы оцениваем не лампочку, а то, что освещается. Светить, чтобы люди пришли к Богу и прославили Отца Небесного. И последнее. Почему мало света? Боюсь, что многие или некоторые так называемые христиане на самом деле невозрожденные люди. Увы, у некоторых светильники коптят, гаснут. Мы живем во время тлеющего христианства. Братья и сестры, если свет есть, его видно. Братья и сестры, мы есть свет в Господе. Поправим свои светильники. И будем светом этому миру. Чтобы, глядя на нас, видя нашу жизнь, они обратились к Богу и прославили Отца нашего Небесного. Время молитвы. 21.00 22.00